И всем привет! С вами я, Александр Навасов, и сегодня я вам расскажу, за что мне дали вакбан. Ну, перед этим видеороликом, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что будет что-то интересное сегодня, что-то познавательное для вас. В общем, сегодня я расскажу, как я получу свой вакбан. Итак, началось всё с того, что я обычно играл в ММ на ноупрайме. Ну, вы знаете, как это бывает, типа, играешь, играешь, и вдруг там попадаются или читеры, или что-то такое. Я не знаю, почему. Вы видели эту катку, это было в прошлом видеоролике, где мы затащили 15.15. Почему-то Valve решил, или Патруль решил, не важно, кто это решил. Главное то, что мне дали вакбан за это. Вы можете сами посмотреть эту демку. За что там давать вакбан, я не понимаю. Потому что... Почему я подумал, что это именно эта катка? Потому что в другой катке я не тащил вообще. И мы выиграли. Ну, там не за что было давать вакбан. А в этой катке я сыграл целых 42 кила. Был на первом месте, и мы вытянули всё-таки в ничью. Как-то так. И мне за это дали вакбан. Патруль. Вы сами посмотрите демку. Я вам снял видеоролик. Целых 30 минут, где я показываю, как я играю в это ММ. И мне за это дают бан. За что? Я не понимаю. Там я рассказываю каждый момент. Каждый момент. Кто где выходит. Как это всё происходит. И мне всё равно дают вакбан. Что это такое? Что со стимом не так? То мне сначала дают бан трейды. Ни за что. Просто так. Я пишу в эту поддержку три раза. И мне отвечает один и... Ну, почти один и тот же человек. С одним и тем же ответом. Мы вам предоставили всю нужную информацию. Всё. Идите нафиг. Про вакбан я не буду ничего писать, потому что это бессмысленно. Я понял, что спрашивать что-то у стима бессмысленно. Они ни на что не отвечают. Я им скринил даже историю обменов. Показывал всё. Разъяснял. Общался с ними даже по интернету. Вообще всё разговаривал с ними. Единственное, что я не делал, это не ездил в их офис. Но смысл. Они мне не говорят точно, за что меня забанили в трейдах. Просто это какая-то тупость. Они не хотят решать как-то эту проблему. Они просто закрывают обращение и так далее. Но сейчас не об этом. Сегодня я обсираю этот сраный CSGO, который даёт вакбан тем людям, которые реально в него играют без щитов. Тащут и... Ну вы поняли. Итак. Я вам рассказываю, как это всё произошло. Сам видеоролик этой демки вы можете посмотреть. Ну в общем там... Ну в конце видеоролика будет короче такая... Ну... Ну... Вы сами поймёте. Нажмёте на этот видеоролик. Но сейчас. Ладно. Я рассказываю. Итак. Захожу я в CS. Включаю катки. Там был офис. Я играю только на офисе. Только там я могу тащить. У меня звание Global. Ну я там уже... Ну как бы отыгрался. Всё уже. Звание Global. Меня подыскивает катку. Там у нас появляется пять человек, которые русские. Ну... Ну... То есть я русский. И там ещё Майки Мэнты. Все русские. Окей. Мы начинаем играть. И тут я замечаю, что мы начинаем проигрывать. Ну я думаю. Ну ладно. Сыграю там с АУГом. Я обычно на офисе. Я стараюсь играть или с Эмкой, или с Калашом. Но раз такая вот проблема. Мы там проигрывали, по-моему, 7-0. И тут я решил. Почему бы мне не взять АУГ? Ну вы знаете, как я играю с АУГа. Там... Ну... 19 тысяч киллов у меня на АУГе. На одном из моих аккаунтов. У меня АУГ Рыя там. Сатрек. 12 тысяч киллов. И, в общем, взял я этот АУГ. Начал с него стрелять. У меня залетает, залетает, залетает. Убиваю я всех там. Убиваю так, так, так. Ну вы сами можете посмотреть в этом видеоролике. И... Потом... Ну там в чате тоже мне пишут, типа, читеры, читеры, там все читеры. И так далее. И дают вакбан именно мне. Да, я понимаю. Я сыграл очень даже круто. И почему-то даже круче, чем глобалы, которые играли против меня. Это как-то странно. Или я какой-то суперчеловек. Нет. Нет. Ладно. В общем, отыграл я это ММ. Сыграл. И мне вот на следующий день дается вакбан. Приходит вакбан. Вот сегодня я снял это видео про демку. Выложил ее. Со всеми моими комментариями. Со всеми моими этими. Я это выложил. И сейчас я снимаю. Еще один видеоролик. Прямо вот. Прямо сразу вот я снимаю. Почему мне дали вакбан? Я не понимаю. Вот вы посмотрите. Что там нашел патруль? Что там нашел патруль такого, из-за чего мне дали этот вакбан? Я не понимаю. Вот я там все объяснил. Я замедливал действие там. Там можно рассмотреть, что да, выходит челик там, я его убиваю. Там видно, ну... Короче, там видно врагов, которых я убиваю. За что, мать его, мне дали вакбан? Я этого не пойму. Это какая-то тупость. Steam, это просто... Я уже сказал, что это как такая параша. Это просто... За любой... За любую ошибку, за любой там крутой момент вам могут дать бан. И это не только в CSGO. Это во всех играх. Left 4 Dead. Ну, там в Left 4 Dead тоже есть вакбан. Как ни странно, зачем он там вообще нужен? Там же одни зомби тоже дают вакбаны. Короче, у всех игр, у которых есть антикс, и чит, Valve, это просто говно игры. Все говно игры. Потому что вакбан, он не рабочий. У них вакбан не работает вообще. Я сыграл... Я играл вот на этом аккаунте, с которого я снял демку, я играл на этом аккаунте две недели. Я сыграл на этом аккаунте всего две недели. Понимаете? И мне дали вакбан. За то, что я бигстар в напарниках. И то, что у меня в ММ Глобал. И за что меня банят? Там нормальные моменты. Вы сами можете рассмотреть. То есть, там нет никаких читов. Где они нашли читы? Читаю пояснение к этому бану. Написано, что у вас там просмотр через стены. У вас там АИМ. У вас там другие виды читов. Где? Вы мне покажите конкретное место. Где там показаны читы. Я все объяснил в своем видеоролике. Вы сами его можете посмотреть. То, что там я вижу каждого врага. Я не стреляю через стены. Я не навожусь там наводкой или чем там можно наводиться. Не знаю, как играть читеры. Я встречался с читерами. Я играю на ноу-прайме. Я захожу в напарники и там одни читеры. Какие-то крутилки или как они там называются. Не знаю, как читаете. Играют люди с читами. Все люди в напарниках играют с читами. Только мы начинаем выигрывать кого-то. Они подрубают читы. Вот эти вот крутилки и всякие АИМы подрубают. Мы проигрываем. Я не понимаю. CS GO. Ты, блин, издеваешься. Вот серьезно. Зачем так делать? Зачем сделали бесплатную CS? Зачем сделали этот сраный Valve античит, если он не работает? Если любой патруль может дать бан. Ни за что человеку. Просто ни за что. За вот один... Просто за один просмотр мне дают бан. Я не понимаю. Какой-то попался, короче, челик. Ну, вы знаете, что патруль это сами игроки. Которые получили уже звезду. Они могут смотреть эти катки. И этот человек, может, посмотрел эту катку. Решил. О, это ж читы. И посмотрел, наверное, на мои киллы. О, это читы. Я даже дальше не буду смотреть. Все, это читы. Я ставлю читы. Поставил читы. Дали бан. Я не понимаю. Из-за чего? Что с CS GO не так? Это просто стало говно. Если раньше я играл в CS, думал, вау, какая крутая игра. Ну, конечно, да. Это давненько было. Я так говорил, примерно в году таки 16. Но сейчас это полное говно. Ребята, если вы досмотрели до этого момента. Знайте, что CS GO это говно. Не играйте в него. Не пытайтесь там покупать праймы. Катовицы. Там что сейчас выходит, всякие медальки. Не покупайте. Не тратьте на это деньги. Не тратьте на скины деньги. Не открывайте кейсы в CS GO. Никогда. Никогда не покупайте ничего в CS. Не в стиме. Ничего. Не на торговых площадках. Не покупайте ничего. Если уж вы купили какую-то игру, то играйте. Но на торговой площадке никогда ничего не покупайте. Потому что если вам тут бан, вы ничего не вернете. Да и лучше вообще не играть в стиме. Понятно, почему все игры оттуда уходят. Так же было с Fallout 76, с Metro Exodus, которые ушли просто из стима. Им просто стало неинтересно там сидеть. Потому что на других, на Epic Games, я теперь понимаю, почему игры уходят. Потому что в других лаунчерах античит лучше, чем в стиме. В стиме античита вообще нет. Если он раньше как-то был и, возможно, он есть на праймах, то на ноу прайме в Valve вообще нет античита. Там вообще античита нету на ноу прайме. Вы сами можете проверить, создать аккаунт. Коя сейчас бесплатная. Вы можете создать аккаунт на ноу прайме. Сыграть пару каточек. Не знаю, там в ММ, в напарниках и в обычном. Вы поймете, что там одни читеры. Это просто сборка каких-то вот школьников, которые не умеют играть, которые даже на первого сильвера не играют. Они вот скачивают читы, скачивают бэхопы и все такое, и читерят. Сейчас кто-то скажет, что бэхопы это не читы, это скрипты, это можно. Нет. Бэхопы это тоже читы. Играть можно только с нормальными программами. Типа там понижение фпс, там всякие другие. Но за то, чего бан точно не дадут. Но бэхоп это читы. Это проверено. ВХ, АИМ, бэхоп, там какие-то еще читы есть. Это все читы. Скрипты это тоже читы. Все, что вы скачиваете внутриигровую, вот это вот файлы, другие, это все читы. Вас за это забанят. Если вы играете в CSGO, если вы уже давно играете, знаете эту игру, никогда не скачивайте читы. Не стоит этого делать. Не стоит. Я вот поиграл, даже вот я без читов играл, меня забанили за то, что я просто хорошо играл. Я уверен и с другими глобалами, там, я не знаю, беркутами так же происходит. Когда человек нормально играет, его просто банят. Наверное, хотя бы у каких-то моих подписчиков, ну, ну, хотя бы у двух человек, допустим, у двух-трех человек, наверное, такое было. Когда ты играешь в CS нормально и тебе банят просто, а снова банят. Наверное, у кого-то такое было. Когда вы не пользуетесь читами, а вам все равно дают бан. И вам приходится покупать новую CS, вам приходится играть на новом прайме для вас с первого уровня. Вот так вот. Я не советую вообще играть в CSGO. Я не советую вообще играть в Steam. Если вы хотите поиграть в игру, то лучше в Steam брать только те игры, которые только в одиночной игре можно проходить. Типа там Hitman, Tomb Raider, ну и так далее. Остальное это все просто говнище всякими сетевыми играми. Типа там CS, CS Source, CS 1.6, там всякие вот эти Team Fortress, Dota. Это все читы, это читы, играют одни читеры. В доте играют читеры. Поверьте уж мне, я давно уже играю в доту. У меня там уже 5000 часов. И в доте, в доте, даже есть в доте читеры. Может кто-то про это уже знает. Даже в доте есть читеры. В каждой игре в Steam есть читаки. Так что лучше, если вы уж купили игру, то играйте и знайте, что вас могут забанить в любой момент. И будьте к этому готовы. Потому что вам могут дать просто так бан трейда, бан комьюнити, бан вагбан. Вам могут дать все, что угодно вам могут дать. Так что вот так вот. Steam это просто помойка. Я не знаю, как это еще назвать. Вот я, если бы у меня были друзья, которые не играют в игры вообще, я бы им никогда не посоветовал Steam. Вообще никогда. Потому что Steam за вот этот вот, после того, как мне забанили трейд. Steam, он вообще опустился на настолько, что он стал вообще таким днищем, что никто бы в него, кроме читеров, бы не стал играть. Потому что, ну, не стоит играть в Steam. Вы сами это поймете. Если вы сейчас думаете, во, забанили меня за то, что я читак, читерил там, за то, что я там, за что сейчас дают бан трейды, там, за обман, за что-то такое. Вы думаете, что я это делаю. Нет, я играю нормально. Вы можете посмотреть мою демку. Вы можете посмотреть мои трейды. У меня все нормально с трейдами, у меня все нормально. Меня просто банят какие-то просто ослы. Другие названия нет этим людям. Меня просто банят те, мне вот кидают жалобы те, кто играть не умеет. Кто просто у кого-то что-то не получается, они кидают мне репорт. Просто так. Вот так вот, ребят. Так что, я еще раз говорю, если вы решились все-таки в Steam зарегистрироваться, то лучше не надо. Лучше играйте, там, не знаю, в Epic Games. Есть много разных лаунчеров, там, типа Origin, всякие там Electronic Arts, там, всякие Uplay, там, ну, которые Assassins. Есть много нормальных лаунчеров с нормальными играми. Зачем вам это старье? Зачем вам какая-то CS GO? Когда выходят новые игры совсем, типа Squad, в которые можно поиграть, к которым там есть уже подключение VR, там нормальная графика. Да, я понимаю, что не у каждого есть такой компьютер, как у меня, который там тянет все игры вообще, которые выходят. Да, я понимаю, не у всех такое есть, но все же не стоит играть в те игры, в которых дают баны. Вот так вот. Я не знаю даже, что сейчас еще сказать. В Steam лучше вообще не трейдиться, не писать ничего в чатах, потому что вот вы, например, написали какому-нибудь спам. Ну, заспамили просто человеку. Допустим, человек, он вас достал, например, вы его заспамили в чате, например, там, ау-ау-ау-ау-ау, там, например, написали ему или привет-привет-привет-привет-привет, как любят делать друзья из стима моего. За это дается комьюнити бан. Знаете это. За спам дается комьюнити бан. За рекламу, за всякие ссылки дается комьюнити бан. За трейды, если вдруг стим увидит у вас какой-то странный трейд или покупку-продажу предмета какого-то, он вам может дать трейд-бан. Если же у вас ваг или патруль увидит каким-то образом читы, то вас, конечно же, забанят. И вот как-то вот так вот. Короче, вот так вот. То есть за любое то, что вы сейчас делаете, Valve вас просто вот забанят и все. Больше ничего не могу про это сказать. Баны раздаются вот прям... Раздаются они всем прям. Направо, налево, всем раздаются баны. Ваг-баны, трейд-баны везде. Я уже читал, весь интернет перечитал, как там люди пишут, что там они там не читерили, писали в поддержку. Поддержка не помогает вообще. Да, я понимаю, возможно, они врут. Возможно, они реально играли читами и там что-то делали такое неправильное, за что их забанили. Но потом я думаю, а вдруг они правда нормально играли и им просто дали ваг. Ни за что. Я этого не понимаю. Я не понимаю. Вот раньше, вот когда я играл в игры, там вот 2012, допустим, год, когда выходили игры, когда нормальные были игры, когда еще не было этого Valve-античита, еще когда его даже не придумали, Steam был еще без уровней. Наверное, кто-то помнит, кто давно уже в Steam сидит. Раньше в Steam уровней не было. Раньше Steam был просто. Зашел, поиграл с друзьями, пригласил там, поиграл, вышел. Все. Но потом появились те люди, которые там рекламируют что-то, там ссылки какие-то отсылают вирусные, после которых у вас там взломают аккаунт или что-то украдут предметы ваши. Создавались сайты, рулетки, там открывание кейсов. Стали вот создаваться вот такие вот группы всякие, непонятные. Появился Valve-античит, появились вот эти уровни, которые разводят людей на деньги просто за то, чтобы у вас был там, например, красивый профиль. Вы просто тратите деньги за просто так. За просто так. Уровень ничего не дает, кроме витрин. Ну, думаю, ладно, вы одну витрину открыли. Вот бесплатно, вот я вам скажу, вот бесплатно вы можете апнуться только до 10 уровня. Это одна витрина. Я думаю, одной витрины для вас достаточно, чтобы выложить какие-то ваши скрины или иллюстрации, или, я не знаю, достижения вашей игры. Ну, не важно, что. Там 13 витрин разных. Я вот не понимаю, зачем другие витрины. Зачем вам другие витрины? Зачем вам сотые уровни? Зачем вам там другие уровни? Зачем вам 13 витрин на профиле? Я этого не понимаю. Вот у меня 500 уровень в стиме на основе. Зачем вам 13 витрин? Даже мне они не нужны. Да, какие-то там стим инопланетянины, там всякая вот эта фигня. Ну, нафига нужны эти витрины? Если вы играете там с друзьями, ну, играйте. Да, вы хотите красивый профиль, но даже без уровня можно установить фон. Без уровня вы установили фон, установили, например, на 10 уровне одну витрину, например, с вашими иллюстрациями, там, в каком-нибудь аниме воткнули себе гифку. И все, этого достаточно, чтобы играть. У вас уже будет красивый профиль. Хотите красивый профиль? Написали там синенькими буковками, вот этими вот голубенькими на профиле, вы писали, типа, вот мой ВК, там, там, Ютуб, там, что-то такое. Все, у вас профиль красивый. У меня есть много способов сделать красивый профиль, не тратя вообще деньги. У меня есть такие способы, но вы не хотите узнать о них. Вы хотите просто тратить деньги на этот Steam, покупать карточки, фоны, там, всякие, скидочные игры. Зачем покупать игры по скидке, когда можно купить на каком-нибудь сайте? Да, я не говорю, что надо покупать на каком-то сайте, там, который неизвестный. Есть всякие разные нормальные сайты, типа, заказака, не реклама, нет. Не реклама, это, я говорю, то, на чем я покупал, на чем у меня есть опыт. GameStore, там, допустим, GameRay, это те сайты, на которых реально можно купить игры дешевле, чем они стоят в Steam. Я не знаю, кто сейчас еще в Steam что-то покупает, я этого не понимаю, но, блин, реально, покупать скины, покупать, там, ключи для открывания кейсов, это уже все, все, это вышло из моды. Я уверен, вот выйдет другая кейска, и, наверное, она выйдет, может, через год, через два выйдет новая кейска. Но я точно не говорю, что, ну, потому что я слышал где-то, что Valve там что-то начинает разрабатывать. Выйдет вот новая кейска. То, что вы там накупили себе скинов, там, например, Dragon Lore, но это все же пропадет. Вы не сможете это никому и сотреить. Как только выйдет новая кейска скинами, я говорю не про саму кейс, я говорю, что выйдет, допустим, новая кейс, где будет совсем новый, там, Source 2, там, допустим, или там что-то такое. Выйдет новая кейс, там будут совсем другие скины, совсем другая вот эта вся интерфейс, всякая вот эта фигня графика. И вот эти скины из Global Offensive, они никому не будут нужны. Вы никому их не продадите, вы никому их не затрейдите, никакой сайт уже не примет эти скины по ихней цене. Если вы там купили за 100к себе Dragon Lore, то вы никогда его уже не продадите за столько. Вот так вот. То есть сразу устареет игра и все. Я вот не понимаю, зачем покупать скины? Я не покупаю скины, я иногда только покупаю, только из-за того, что я ютубер, снимаю там видеоролики. Да, кто-то вот мне пишет, да, я вот такой хочу быть, как ты. Вот я начал там трейдиться по сайтам, трейдюсь я играми, вот как мне писал один парень. Я трейдюсь там, вот это вот на игры трейдюсь, я уже там всякие азимовые натрейдил, ножи себе натрейдил. Во, как круто. Спасибо, что помог там с трейдами. Но я не советую вам тратить деньги на Steam именно. Это глупость просто какая-то. Ну, блин, ну серьезно. Займитесь нормальными простыми делами. Не покупкой каким-то скином, а просто играйте. Просто играйте с друзьями там. Играйте в ММ. Это игра на скил. Игры сделали для того, чтобы вы играли, и вам нравилась сама игра. Скины же сделали просто для красоты. Они вам скил не дадут. Как мне один парень говорил, то, что ему скины дают скил. Из-за этого он тащит на первых местах. Но это не так. Скины ничего не решают. И то, что вы покупаете там уровень, там всякие эти скины, это ничего вам не даст вообще. Скины вообще ничего не решают. Уровень ничего не решает. Из-за того, что у вас там, например, сотый уровень, вам не дадут первое место в ММ. Вам не апнуто там до глобала ничего. Ничего этого не будет. Если уж вы играете там на звезду первую, то как бы вы ни старались, вы на вторую уже не сыграете никогда. Только если будете стараться. Вот и все. То есть лучше из стима, если уж так, если вам уже забанили один аккаунт, и вы создали уже другой, то задумайтесь, что вам и на второй аккаунт могут дать бан. Или, допустим, вас взломали на первом аккаунте, вы создали другой аккаунт. То знайте, что вас могут так же взломать, и вы опять лишитесь аккаунта. И вы что будете опять, извиняюсь, конечно, как тупые покупать эти игры, покупать эти скины. Valve же просто так взяли и сделали цену на КС Касари. Они знают, что люди будут покупать за такую цену. Понимаете? Если бы игра просто... Если бы они хотели, чтобы игру бы покупали просто так, тогда бы у них цена была бы другая. Например, 500 рублей, допустим. Но никак не 1000. Valve знает то, что люди не будут играть на No Prime. Нормальные люди купят Prime. А Prime стоит Касари. И все будут покупать именно Prime. Вот такой вот у них ход появился, чтобы заманить людей, чтобы они потратили деньги. Заманивают всякими вот этими турнирами, чтобы просто посмотреть турнир. Вот сколько я покупал эти вот медальки, пропуски, вот это вот все покупал я. Мне редко, когда выпадали вот эти вот кейсы эксклюзивные только на турнирах. Мне редко они очень выпадали, но они все же выпадали. Ну, как-то так. То есть, они выпадают, и то, что я вот покупал себе пропуск, это просто тупость какая-то. Не надо тратить деньги. И то, что стоят там всякие вот эти катавицы, там по 10 кусков одна наклейка, это все тупость. Зачем? Это вам нужно. Да, я понимаю, что вы хотите там сделать какую-то красоту у себя в скине. Но вы подумайте, за что вы тратите свои деньги. Зачем? Зачем вам это нужно? Есть нормальные сайты. Есть на вас кейсы. Мой сайт на вас кейсы, где точно вы можете купиться. Где нормальные скины выпадают. Даже есть кейс, на котором выпадают скины с наклейками. Ну, там есть и просто кейс с наклейками. Ну, главное, у меня есть свой сайт. На вас кейсы. Он еще работает. На нем открывают люди кейсы. Конечно, там рулетки всяких нет. Там всяких таких крутых вещей нет. Но поиграть на кейсах вы можете окупиться. Например, сделать контракт этих скинов. Вывести. Нормально это все? Да, конечно, это не популярно. Да, это не так уж круто, например, как Magic Drop, Forest Drop, всякие это. Но это просто рекламные сайты. Вот эти Forest Drop, Magic Drop. Это заплатили ютуберам, чтобы они показали вам эти сайты. Чтобы вы просто повелись на эти сайты и начали открывать там. Я не понимаю, зачем это. Если вы хотите скины, то вы можете написать мне. Нет, я не говорю, что вы должны все мне написать. Потому что, ну, сейчас подумают, типа, вот, он зазывает, хочет, чтобы у него покупали скины, чтобы там он менялся, стал еще богаче. Нет. Если вы хотите скины, то просто напишите мне. Я вам могу хоть бесплатно отдать ножик, если он вам так нужен. Но, если хотите нормальный окуп, чтобы вы могли там бегать с азимовыми, с воями, там, неважно с чем, то я вам могу рассказать свои тактики, как я получал свои скины, как я играл на каких сайтах, на каких рулетках я играл, как я открывал кейсы, как правильно открывать кейсы. Я вам все это могу рассказать. Я могу снять про это даже видео. Я, понимаете, до этих всех блокировок я не хотел про это рассказывать. Но сейчас, когда уже у меня трейдбан, я так подумал, почему бы не рассказать всем про это, чтобы у стима ничего не покупали, чтобы люди брали у меня это и стим шел в минус, потому что я могу на изи получить драгон лор там или нож какой-то и просто отдать человеку бесплатно просто, чтобы он играл, но лишь бы, чтобы он не покупал что-то у стима, потому что я могу получить скины даже бесплатно просто, сыграв, например, в рулетку там на 100 монеток и добраться, например, до 1000 монеток, вывести какой-нибудь там скинчик крутой, например, там, коллаж какой-нибудь красивый. Я это могу сделать и отдать вам скин бесплатно. Я вас не заставляю играть на каких-то сайтах, в которых я вам там напишу, скажу, там, задепозите там и играйте. Нет! Если вы хотите, вы можете поиграть. Я вам даже могу оставить нормальные сайты, на которых можно поиграть, но лучше, вот, я вам сейчас концовку расскажу, лучше не надо, лучше вообще не играйте в такие игры, как CSGO, не сидите в стиме, не играйте в кейсы, вот и все, в общем, так, а уж раз вы решили поиграть, то хотите, играйте. Ладно. Я еще выпущу сейчас, еще один выпуск, в общем, да, я выпущу еще один выпуск, который будет тоже интересный, так что ждите. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр, с вами Александр Навасов, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов, пишите комментарии под видео, всем до сих пор, всем пока!